1985-й. Афганистан. Младший лейтенант Евгений Каминский, командир роты специального минирования. Боевая задача – прикрытие путей караванов в горах и ущельях. Кабул, Баграм. Десятки километров горных дорог длиною в два года. Служба трудная и непредсказуемая. Засады – главное оружие духов. Мы попали в засаду. Подкрепление подошло уже, но это было к утру. И мы где-то часа два вели ответный огонь по склону. Было уже темно. А что значит с ущелья и по склонам вести огонь? Только по вспышкам. Больше никак. Много лет назад Евгений Каминский покинул землю Афганистана. Пусть время – лучший лекарь. Но перед глазами мужчины то и дело всплывают кадры с той войны и боевые товарищи, которые навсегда остались в горах. Два ордена Красной Звезды за личное мужество. Память и боль одновременно. Были и потери. Это уже когда батальон разграждения было в ущелье. Чёрные горы, Джалабадске. Это тоже туда, ближе к Пакистану чуть-чуть. Война в Афганистане для советских солдат продолжалась 10 лет. В ограниченном контингенте, как тогда принято было говорить, служили 30 тысяч белорусов. 771 не вернулся. Память о них жива спустя три десятилетия. Бобруйск. Улица Социалистическая. У памятника воинам-интернационалистам сотни человек. В едином строю ветераны боевых действий, руководство города, депутаты, военнослужащие и простые горожане. В руках красные гвоздики. Красивый и молчаливый символ героев. Вы видите, как сегодня люди пришли почтить эту память. Действительно, 23 человека города Бобруйска и Бобруйского района отдали жизнь в Афганистане. И сегодня та память, которая живёт в наших сердцах, она продолжается. Сегодня здесь встречаются боевые друзья, вспоминают погибших. Они не надеялись ни на жизнь, ни на славу, ни на то, что их имена станут кому-то известны. Бойцы сделали самый главный выбор и честно выполнили свой интернациональный долг. Вспомним своих ребят, которые остались там за речкой. Ну а всем живым желаю здоровья, ещё раз здоровья. Вы только подумайте, у нас за два года ушло 51 человек, это целая рота. Память – это святое. Дай Бог, чтобы в этой жизни никто не забыл про это и помнили за тех, кто нас защищал, защищает и будет защищать в будущем. В это сложное время это не просто необходимость, это как долг. В разные годы наши солдаты и офицеры несли службу в 15 странах мира. Но именно Афганистан стал последней точкой, где на курок автомата нажимал белорусский военный. 15 февраля 1989. Миссия выполнена. Приказ – возвращаться домой. Татьяна Горбач, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360.